добрый день уважаемые друзья сейчас конец весны начало лета и как правило это время сопряжено с учащающимися случаями аллергии большинство аллергиков знает на что у них аллергии с чем они контактируют на какую конкретно пыльцу у них может быть аллергия но часть людей об этом не знает или у них настолько большой список аллергенов что от него проще переехать на другой континент и не контактировать с ним чем пытаться исключить какой-то один из них аллергия может развиваться как в раннем детском возрасте в виде диатеза атопии так и во взрослом возрасте и происходить после длительной сенсибилизации каким-то аллергеном например человек всю жизнь жил у него по домам росла береза каждую весну она цвела но вот только внезапно на двадцать пятом году жизни произошла сенсибилизация и у него началась аллергия на эту березовую пульцу что в данной ситуации мы можем сделать во первых мы можем уменьшить у нас контакт с аллергеном то есть носить маску носить респиратор даже маска в этом случае не поможет носить респиратор носить защитные очки а вот почаще умываться то есть физически удалять аллерген с поверхности кожи с поверхности слизистых а когда аллергенка так контактирует со слизистой будь то аллерген природного происхождения или химического это может быть как косметика бытовая химия что угодно может даже чешуйки каких-то насекомых внезапно быть аллергеном а тем не менее все это вызывает запускает каскад реакции которые приводят к тому что веки у нас обуха опухают конъюнктива краснеет начинается слезотечение начинается зуд очень сильный как правило это сопровождается такими же симптомами в области носа ринареи зудом и соответственно очень сильно снижает комфорт жизни нашего человека если мы пытаемся физически от этого защититься мы все равно полностью до конца защититься от этого не можем какие-то частички микроскопические все равно оседают на слизистой и вызывают такую реакцию но все естественно зависит от дозы чем больше мы получаем аллерген и тем выраженнее будет аллергическая реакция второе что мы можем сделать естественно проект консультировать с аллергологом иммунологом какие у нас есть антигистаминные препараты какие мы можем применять сейчас в какой дозировки и так далее это лучше делать с ними вот но и естественно в тяжелых случаях в случае анафилактического шока в случае отека квинке применяются уже тяжелые препараты кортикостероидные препараты вот которые естественно в обычные при обычной аллергии при легкой сенной лихорадки лучше не применять поскольку они дают большие осложнения в том числе и местные осложнения на глаза в виде катаракты и повышения внутри глазного давления что мы можем предложить в качестве лечения нашим таким пациентам первое естественно уменьшение контакта с аллергеном мы можем этого добиваться физически респиратор защитные очки умывания различные ну смывать различными средствами в частности в нашей серии блефорогели есть вот такое средство блефороочищения с пантенолом и алоэ которое бережно убирает все воспалительные скажем так аллергенные моменты и в том числе хорошо убирать просто общее загрязнение может использоваться даже просто как средство до макияжа для чувствительной кожи второе что мы можем сделать это при аллергии снять общую отечность скажем так делается это специальными холодными компрессами холодные компрессы важны потому что здесь идет отек нам ни в коем случае нельзя греть без того раздраженное место чтобы не усилить аллергическую реакцию чтобы не усилить его воспаление для в данной ситуации мы можем использовать блефоролосьон но надо быть очень осторожным и очень аккуратным и знать на что у тебя аллергия поскольку составе у нас есть экстракты ромашки зеленого чая если у вас на них аллергия то будьте осторожны лучше такое средство не применять а воспользоваться просто водой просто холодной водой смочить ватные диски положить на веки уже какое-то облегчение будет снятие отека но и естественно это местные антигистаминные капли которые можно также проконсультироваться и с офтальмологом и с аллергологом какие вам лучше подходят какие лучше применяются что более комфортно конкретно будет для вас вот естественно аллергия она может не проходить она не проходит бесследно а вот вы всю жизнь будете страдать скажем так одним и тем же видом аллергии возможно к старости у вас снизится иммунный ответ и вы меньше будете страдать аллергией но тем не менее а эта проблема будет вас сопровождать по жизни часть моих знакомых делали очень просто выезжали за пределы мест растительности где была эта береза и спокойно переживали этот период но сейчас в связи с карантином данная ситуация невозможна поэтому очень важно иметь при себе запас вот таких антигистаминных средств которые помогут вам быстро прийти в себя и не потерять работоспособность поэтому берегите себя заботьтесь о себе консультируйтесь обязательно с врачом перед применением различных препаратов и будьте здоровы